Слава Иисусу Христову и Слава Нашу Господу и Господу. Так вот, дорогие друзья, мы записывали на прошлых занятиях первого периода с той лицеркви, да? С 30 по 313 годы. И запишем, давайте мы следующее, что с 313 года, с миланского эдикта, как мы отметили в прошлом уроке, вот 325 год, переходный период, в это время, в 325 году проходил Первый Вселенский Собор, Первый всеобщий такой христианский собор, его называют Вселенским Собором в Никее. И вот в это время произошло очень много интересного, очень много. Можно так сказать, что в эти короткие годы, да, столько много переменилось, если мы сами жили бы в то время, это, наверное, похоже на вот, в чем-то и даже наше время, это время похоже на, примерно, время падения Союза, да, потому что очень много что изменилось в те времена. Христианство до 313 года было религией такой гонимой, да, истребляемой. Вдруг становятся христианство государственной религией. Никогда еще, как? Ицак начало гнать. Ну, впоследствии, да, к сожалению, да. Вот видите, либо нас гонят, либо мы гоним, да. Но, конечно, рожденный по духу он не будет никогда гнать. Чаще так получается, как в описании, да, что рожденный по духу гонят. Так в жизни бывает. Поэтому, если, я убежден, что у нас на все стоят, что если христианство, именно, настоящее, духовное, рожденное от Бога, да, оно не будет никогда гнать, там, вот, конечно же, мы понимаем, что в истории, да, много еще намешано, и сегодня порой, вот, проповедуешь некоторым людям, допустим, вот в Израиле проповедовал тоже, некоторым нашим русским евреям, и они говорят, как, что старики говорят, ну, а как же инквизиция, как же там крестовый поход, а вы говорите, там, христианство, там, такое мягкое, пушистое такое, значит, вот такой, Иисус такой добрый такой, а почему столько злато пришло от вас-то? Во-первых, ну, не все, не все то золото, что брыстит, не все то христианство, что называется христианством, как бы, и здесь нельзя подобную гребенку все сразу шерстить, так вот, значит, что это все, как бы, на упу или ягода. На самом деле нужно разобраться, что настоящее христианство, что не настоящее христианство. Говорю, не только, говорю, евреев-то церковь-то сжигала, там, значит, на костры отправляла, значит, там и убивала, но и христиан же убивала, тех, которые Библию читали в Испании той же самой христианской, на протяжении пяти столетий, даже захоронение любой книги из Библии полагалось, наверное, наказать через сожжение на костре. Даже захоронение Библии, кроме книги псалмов, по-моему, да, потому что псалтыр читали по покойникам, и все. А, ну, как бы, во время, во время, там, этих церемоний, а вообще-то, в любая книга из Библии, хоть Ветхого, хоть Нового Завета, если монахи при обыске находили, читали, видели, что это послание Павла или что-то еще, то все на костер. Вот так было в христианской Испании. Поэтому христианство без Христа, в центре внимания, христианство без Библии, христианство без Слов Божьего, против Слов Божьего, да, вот того христианства рождает монстров, на самом деле, согласен. А христианство, которое, как говорится, с царем в голове, да, христианство, которое позаботилось иметь Бога в разуме, да, которое имеет Слово Божье, такое христианство никогда не будет, там, вот такие вещи вытворять, сжигать, там, убивать и прочее. Ну да, друзья мои, ну, сегодня нам приходится, как бы, вот, кислое с пресном не путать, а вот это разделять, показывать, что и что. И вот, и за это время, что произошло? Большинство христианских церквей в эти годы, в этот переходный период такой, знаете ли, вышло из-под поля. Большинство. Свыше ста союзов церквей. Очень много. Свыше ста союзов объединений. Или, как называли в те времена, юрисдикций. То есть, это союзы, в которые входили, там, сотни, порой, там, может, даже тысячи, то есть, ну, большие порой союзы церквей христианских, независимых финансово, независимых административно, независимо, даже порой по вероучениям, ну, немного так, ну, разнящихся, даже порой даже много разнящихся друг с другом. Ну, это было порядка ста, даже более, чем ста автокефалий. Как их называли? Автокефалий еще. А кефалос, голова, значит, автокефал, значит, это сам себе голова, как бы, независимых, независимых, как бы, самоуправляющихся церквей. Во главе, значит, были разные структуры, были некоторые юрисдикции, некоторые автокефалии построены по принципу именно вот такого братства. Были по принципу иерархии построены, то есть, с вертикалью власти жесткой, некоторые больше в горизонталь, как пресвятарианские такие больше церкви. Допустим, были церкви, где, вот особенно вот в Африке взять, где не было, ну, строгого такого деления там на, допустим, там, служителей и неслужителей. То есть, как бы, все, в принципе, выполняли все обязанности. Но были, вот в Риме особенно, в столицах, именно церкви, где жесткая вертикаль была построена власти. Папизм уже, проклевывался будущее папизм. Так вот, и что произошло? К 325 году в христианских церквях, вот в тех, которые вышли из подполья, не все вышли из подполья, были, оставались те, которых можно назвать нерегистрированным братством, как бы. Были те, довольно много, и в Африке тоже самое, особенно. Допустим, домициане, донатисты, последователи одного из епископов африканских. В то время в Африке было много таких, очень харитматичных лидеров таких. Один из них был, значит, как раз Донат Великий, его называли, Донат Великий. Вот за этим донатом пошло очень много братьев, которые, значит, приняли решение не прогибаться под власть и не иметь регистрации официальной. Они вначале подали, тоже на регистрацию, тоже вначале, как бы, заявили о себе во власти, сказали, что они будут регистрироваться. Но затем произошло следующее ЧП, значит, власти и местные, и потом в Риме в самом стали им указывать, кого из служителей ставить на какое место, а кого убрать. И когда вот вопрос этот уже стал решаться, и когда Донат увидел, что император пытается сам влезть в структуру церковной, а у них в Африке был очень мощный союз церквей, то есть это тысяча церквей, это очень крупный союз. И когда Донат увидел, что власть пытается в лице императора именно диктовать условия, то Донат принял решение, и епископы его поддержали, там сотни епископов африканских, не идти на регистрацию, отказаться. Они, правда, лишали всех привилегий, они не имели субсидий государственных, они не имели бесплатной земли, они не имели налоговых льгот никаких абсолютно, наоборот, с них брали, значит, как с них христиан, не странно звучало, да, христиане, но с них брали налоги как с них христиан, то есть большие налоги брались. Если они строили здания, то они платили за как частную собственность, за налог, то есть не имели никаких льгот, как религия. То есть Донатисты пошли на конфликт с государством, ну, какой конфликт? Донат очень четко, вот именно, руководствовался таким принципом, что Кесарю Кесарева, что Кесарь не может претендовать на Божье царство, распоряжаться в Божьем царстве. Афанасий Александрийский, другой африканский лидер, очень мощный, его, если Доната мало знают историки, то Афанасий Александрийского, его, все историки его часто цитируют, это был северо-африканский тоже лидер христианства, но он был в Александрии, это северо-восток, получается, да, Африки. Если Донат, это больше северная такая, северо-западная часть Африки, то это северо-восток Африки. И Александрийская, значит, епархия, это была мощная епархия, на Первом Вселенском соборе Афанасий себя очень мощно так заявил о себе, ну, как он, он был одним из спикеров вообще на этой конференции, и, хотя он был тогда еще дьяконом, но в те времена не было такого строгого там деления, там, дьякон, епископ, священный, священник, в принципе, даже и дьякона благословляли епископов. То есть, как бы, ну, было братское такое больше отношение такое. И, значит, Афанасий, будучи дьяконом тогда, Александрийским, африканским, делегатом от африканских церквей, с северо-востока, получается, Африки, он был одним из спикеров этого собора, и он очень, его речь очень понравилась всем присутствующим, большинству присутствующих, и увидели в нем именно богослово, толкового, грамотного в писаниях, и, в общем-то, он был не формальным, а потом и формальным лидером африканских христиан, северо-африканских христиан. И вот, он был потом патриархом Александрийским, то есть, это известный факт такой. И вот, и Афанасий, допустим, он вначале, как бы, пошел тоже, ну, на регистрат, но он был в официальной церкви, да, государственной. То есть, христианство разделилось на две части, получается, как бы, ну, одна формальная, официальная часть, которая стала впоследствии костяком будущей государственной религиозной церкви, а другая, неофициальная, та, которая не пошла на регистрацию. Афанасий был, да, она был в неофициальной, а Афанасий был в официальной православной церкви, или как, она не называлась-то православной в те времена, правда, она называлась просто христианская церковь, или католическая церковь называлась, католическая уже, потому что христианство, оно, став государственной религией, оно стало называться католической религией, Потому что католическая, значит, вселенская, всеобщая, универсальная. И вот любая религия, которую Рим провозглашал именно католической, вселенской, всеобщей, она была государственной религией. Допустим, метроизм был тоже католической религией. Некоторые культы, культ императора был католической религией. И все последователи этих культов, они считали себя католиками, католическими верующими. То есть, они придерживались религии большинства, религии государственной. И христианства не было никогда католической религией. Хотя многие священнослужители мечтали, чтобы однажды христианство стало католической религией. То есть, всеобщей. И, в общем-то, это, как бы, с 313 года мечта этих служителей стала осуществляться. Христианство стало католической религией. Но это несло в себе много минусов. Конечно, были плюсы, да. Безусловно, были плюсы. Потому что, будучи католической религией, христианство уже пользовалось всеми льготами. Налоговыми льготами, земельными льготами. Церковь получала субсидии государственные. Церковь уже могла иметь свое помещение, свой храм за государственные деньги. Значит, священники были уже в почете, уже христианские служители. Потому что раньше быть пастором церкви, это означало быть смертником просто-напросто. А сейчас, в это время, уже это стало почетно. Это стало, ну, уже, как бы, обе... Ну, это было уже очень престижно. Ты не платил налогов, ты, значит, пользовался льготами всевозможными. В органах власти ты мог присутствовать там постоянно. Решение судов, они принимались, ну, с согласованием служителями уже церкви. Много-много всевозможных привилегий. Допустим, тот же самый Константин Великий, он платил компенсации пострадавшим. То есть, те, которые из тюрем пришли, вернулись, да, с этих рудников, там, с галер, кого из рабства освободили христиан, от тысячи рабов освободили вообще, которые были проданы в рабство, ну, потому что они были христиане, да. Им все вернули, дома, земли, значит, там, компенсации заплатили, значит, там, материальные. И потому что сжигались христианские писания, поэтому Константин приказал за государственные деньги переписать Библии. Там, 50 Библий было переписано за деньги государственные. По тем временам был большой тираж, как бы, 50 Библий. Вот, значит, и примерно столько же было уничтожено, как раз, римлянами в период гонений, значит, рукописей было уничтожено полных. Ну, и почитали, как бы, и было решено за государственные деньги переписать эти Библии и вернуть, как бы, как акт покаяния христианам вернуть. То есть, как бы, было много хорошего сделано, с одной стороны. Но, с другой стороны, был минус. Церковь мало-помалу, знаете ли, бесплатно ничего не бывает в этом мире. Тем более, в мире большой политики. Когда что-то дают, то неизбежно что-то будут просить взамен, что-то требовать взамен потом. И так и получилось, что со временем вот эта именно часть христианства, которая стала государственной религией, именно в этой части христианства впоследствии произошла страшная трагедия. Это называется цезарь-папизмом. Цезарь-папизм. Запишите. Такое новое определение, слово. Цезарь-папизм. Что это такое? Вы можете написать его? Цезарь и пап. Да, цезарь и пап. Да, цезарь и пап. Да, цезарь и пап. Цезарь и пап. Цезарь, цезарь это царь. Император, ну, президент, допустим, диктатор, главное, руководитель государства. Цезарь. А папос, по-римски, это как бы отец, это обращение к духовной власти. Да, священники, да, церковь имеется в виду, и государство. Цезарь-папизм. Что это такое? Одно слово, цезарь-папизм. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство во всем управляет церковью. Цезарь-папизм. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет, во всем управляет церковью. Цезарь-папизм. Система взаимоотношений церкви и государства, когда государство во всем управляет церковью. А церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Можете как-то перефразировать, там по-своему написать. Но главный принцип поймите. Церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Сам принцип уясните для себя. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство во всем управляет церковью. А церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. И церковь уже воздает государству как кесарево, так и божье. Вот это уже трагично. Кстати, правоставное реформатарское движение, обновленчество правоставное в 20-е годы. Одно из таких позитивных моментов, когда зарождалась обновленческая церковь. Я вот некоторым уже людям показывал, братьям. Вот на фотографии храм, московский храм Христа Спасителя, который был центром в 20-е годы. До 31-го года самого, был центром правоставного реформаторского движения, обновленческого движения в СССР. В 31-м году этот храм взорвали коммунисты. И уже в наши дни, в 2000 году восстановили этот храм. Теперь он прилежит традиционной правоставной церкви. И я молюсь о том, чтобы, конечно же, однажды в стенах этого храма, уже восстановленного, возобновленного, в наше время уже постсоветское, чтобы снова звучало слово евангельское, чтобы снова в стенах этого храма обновленческое движение венело и чтобы распространяло слово Божье. И вот в 20-е годы были лидеры правоставной реформации, я буду об этом рассказывать тоже немного по ходу, сегодня, завтра, в эти дни вообще. И, допустим, Боярский Александр, это дедушка нашего Михаила Боярского, артиста, Д'Артаньяна нашего, да? Да, вот. Его дедушка был реформатором правоославного, митрополит Александр Боярский, расстрелян в 1937 году, значит, по указке Сталина. Один из апостолов реформации Антонин Грановский. И вот Александр Ветинский. Александр Ветинский, это был лидер, и неформальный, и формальный лидер потом обновленческого движения в СССР. И вот в 1922 году он сказал по поводу цезарепопизма следующее, то есть, как бы, одно из таких важных православного обновленчества именно как раз деяния было как раз заявление, что церковь независима от государства, что церковь сотрудничает с государством, но церковь, она не подчиняется государству. И это очень сильное заявление, конечно, было. И вот из истории церкви, вот как объяснял Александр Ветинский, красиво объяснил, как все происходило. Он такой, во дворце Урицкого, тогда это называлось, Таврический дворец, значит, это в Петербурге, это в Питере, значит, он проповедь произносил. И там из истории церкви много примеров приводил. И вот он сказал следующее, что мы видим, говорит, как подошли к церкви Господни Листивые, как подошли к церкви Господни Лукавые. Как подошли к церкви Иисусовой, не любившие ее, а только сказавшие, люблю тебя. Или как прекрасно заметил один из учителей христианских, за церковью Господню стали ухаживать не ради ее красоты, а ради ее приданого. Ну, ради электората уже, значит, больше использовать церковь стали. Церковь стала такой, он говорит дальше, огромной силой, что из политических соображений стало в высокой степени важным для византийских императоров видеть в церкви, значит, союзницу, а потом пленницу. А ковало государство церковь и на белоснежные одежды невесты Господней накидываются кандалы и цепи. К церкви Господней подходят все эти византийские, лонгобардские, французские монархи. Они приносят добычу, золото, серебро и те драгоценности, что в неправедных боях добывали силой воинской. Они приносят ей как дар, они золотят ее купола, они драгоценностями расцвечивают ее стены, они дают ей бесконечное количество земель и рабов. Но, посмотри, разве ты не видишь, когда какой-то льстивый император целует благослейным поцелуем руку невесты Господней, он в то же время накладывает на нее кандалы и цепи, пусть золотые. Церковь попадает в плен государства, церковь держится скованной в клетке. Да, эта клетка громадная, она такая большая, что кажется, что ее нет. Да, кандалы, оковые цепи, они не железные, но не стальные, чтобы сразу не было видно их безобразия. Они могут быть подобны тонкой паутине, золотой ниточке, но она металлическая и держит крепко. И попала птица Господня в руки человеческие, и не могла уже больше взлетать орлиными крыльями своими, и не могла парить она более над миром и возвещать миру правду. Друзья, братья, сестры, в это время как раз происходило закабаление церкви. Очень многие, большинство лжеучений, которые есть вообще в христианстве, вот по сей день, они возникли именно в те времена, когда, о которых сейчас я рассказываю, когда церковь попала в плен государству. И очень сложно на самом-то деле, очень сложно служителям в любой динаминации, вот очень четко, скажу так, как Христос выдержать, чтобы кесарь и кесарь во Богу Божье. Очень сложно. Я скажу так, что очень сложно на самом деле человеку с перстнем, богатой одежде, значит, там сказать одно, бедному сказать другое. Очень сложно не стать судьей, но возможно с Богом. И знаете ли, друзья, большинство лжеучений в церкви, какие есть сейчас, они возникли как именно политический заказ в христианстве. Тот же самый педобаптизм, крещение младенцев, многие другие ереси, лжеучения, многобожие, идолопоклонство и прочее, они возникали в истории как политический заказ. То есть была установка сверху, и находились такие негодные люди, которые служители церковные, негодяев можно всегда найти в любом столетии, в любое время. Но страшно, когда негодные люди преуспевают, это страшно на самом деле. Так вот, в это время много что изменилось в жизни христианской церкви. С 325 года, когда состоялся первый Вселенский собор, с 325 года по 843 год происходило смешание христианства с язычеством. Напишите, что этот период, это время смешания, активного смешания христианства с язычеством. С того самого 325 года... А этот собор какой-то? 325 год это время Первого Вселенского собора. По 843 год. 843 год это время правления императрицы Феодоры, которая, как считается, узаконила уже отступническое христианство как государственную религию. Но я расскажу об этом сегодня. Извините, пожалуйста. Да. Активное смешание церквей... Христианство с язычеством. Смешание христианства с миром. Христианство с язычеством. Именно вот это время, это и есть время смешания христианства и язычества. То есть, огромный период, когда все это так происходило. Но за 5 столетий, будем так говорить, за 500 лет, все это так перемешалось. Очень сильно, конечно, перемешалось христианство. Правда и неправда. Большинство уже учений, которые до сих пор существуют в христианстве, с которыми приходится нам сталкиваться постоянно и помогать людям выпутываться из этих сетей, они возникли именно в те далекие времена. Вот, говорю, педобаптизм, тот же самый, крещение младенцев. Педобаптизм это крещение младенцев. Вот одна из иллюстраций таких, да? Первых 300 лет, даже 400 лет, по сути. То есть, 300 лет гонений и потом целых 100 лет уже свободной церкви, будем так говорить, да? Негонимой византийской церкви. В христианстве не было крещения младенцев. Было крещение по вере в Иисуса Христа, сознательно верующих людей. В 4 столетии, даже в конце 4 столетия, нет ни одного упоминания о том, что крестили младенцев. Детей крестили в некоторых церквях, было, но крещения младенцев не было. То есть, детей, как и подростков имеется в виду, 14 лет, 15, 16 лет, допустим, это считалось крещением детей. Но крещение именно младенцев, те, которые год, два, три, допустим, такого практики не существовало в христианских церквях. Ни на востоке, ни на западе, ни на севере, ни на юге. И педобаптизм, это крещение младенцев, оно пришло как политический заказ, потому что христианство становилось государственной религией. Кто стоял у истоков этого всего? Можно вопрос? Это вы имеете в виду, что, как у нас сейчас происходит, все я крещеный, я крестьянин получается. Вот сегодняшнее утверждение людей, что да, я крещен в детстве, значит, я уже христианин. Что я не хрещ, что ли? Вот это утверждение как раз вот с тех лет. Знаете, я, как бывший традиционный православный священник, я тоже, конечно, в свое время крестил много детей, много младенцев крестил, да и взрослых крестил тоже много. Но даже взрослых, если я крестил раньше, то я крестил, ну, не давал им веры. То есть я и совершал, как бы, такую халтуру церковную, что ли, получается, как и тысячи моих коллег, да, обряд, традицию. В лучшем случае, это хотя бы очень наш, там символ веры повторяли крещаемые. А вообще-то, когда ты в соборе служил, то ничего там даже и не спрашивали абсолютно. Там поди, значит, соверши что-то. Наоборот, даже, если ты занимался как-то с людьми больше, то тебе еще по шапке зато было раньше, по крайней мере. Да. А как обосновать? Что? Как обосновать? Вы же могли обосновать раньше крещением младенцев? Я лично просто на веру принимал то, что нам говорили. А нам говорили так. Ну, есть, допустим, такая интересная вещь. Как, допустим, православный миссионерский антисектантский предводитель по Библии называется. Такое интересное название такое. Я с собой не взял, но, в общем... Прямо такую еду есть? Да. Антисектантский? Антисектантский, миссионерский предводитель по Библии, да. Вот, значит, и там, вот, такие семинарские, такие вот эти вот, как раз из речений, из учебников, они там и есть. Почему крестим младенцев? Вот, потому что, ну, потому, допустим, крестилась такая-то и весь дом ее. А раз дом, значит, там наверняка были и детки. А раз детки, значит, и дети были тоже крещены. Хотя в Писании, там, ну, попытка Библии увидеть то, чего в ней нет. Почему-то первых почти 400 лет христиане в этом Библии не видели ничего о крещении младенцев. И почему-то вот в конце 4-го, начале 5-го столетия вдруг ни с того ни с сего христиане вдруг увидели. То есть после 4-х столетий почти христианства вдруг разглядели в ней то, чего в ней не сказано. Стали между строк читать, знаете, как в советской газете читали, да, Маль? Ребенок же не может сказать, что я обещаю добрую совесть служить в Библии. Ну, так рассуждали и христиане. Вообще, в большинстве церквей, даже вот на Востоке, в большинстве церквей, даже крещение, значит, там, допустим, 20 лет рассценивали, как бы, ну, смотрели как на, как бы, не совсем правильное крещение. Вообще, допустим, во многих церквях на Востоке крестили, примерно, уже к 30-ти годам. То есть было, чтобы было далеко за 20. К Иисусу? Да. То есть была такая практика. В других церквях, нет, крестили в 20 лет, даже и раньше крестили намного, но там в 16-18 лет, допустим. Но в большинстве церквей, вот, еще в третьем, даже начало 4-го столетия, была практика, именно, как раз, наоборот, держаться времени, ближе ко времени уже крещения самого Иисуса. То есть, это как пример для нас. А до 30-ти лет, ну, в принципе, не так много людей крестилось-то на Востоке, допустим. Хотя, вот, Василий Великий, да, Григорий Богослов, Иоанн Слатоуста, эти, ну, как бы, известнейшие отцы того времени, они были крещены, ну, им было за 20 уже, но еще 30-ти лет не было. Еще там, 26-ти было, 28-ти лет, допустим, так вот. Ну, около 30-ти было, но не было еще 30-ти лет. Вот. И это было обычной практикой. Это признают даже, ну, традиционные православные священники. Да, допустим, в Чете Минеях, там, в Житях Святых, там, пишется не раз, там, ссылочка, что в те времена это было обычной практикой церковной. Кстати, один из традиционных православных священников в Москве, в середине 90-х, как раз, да, он как раз, по-моему, Михаил его звали, он предлагал даже канонический пост наложить на крещение младенцев, объявив, что, вот, ну, давайте договоримся, чтобы, допустим, с такого-то числа, там, в 0-0, там, времени, там, отказаться полностью от крещения младенцев. Те, кто был крещен в младенчестве, их, ну, признать крещенными, как бы. Но отныне крестить только лишь уже взрослых людей. Но большинство священников не поддержали его и заявили, что это получается все равно. У многих будут вопросы, значит, почему меня крестили в младенчестве, почему, вот, а моего сына крестят уже взрослым уже. А вдруг они захотят тоже креститься, вот, как с ними быть, с такими людьми? Креститься? Креститься, то ли? Ну, вот, считается, что они уже крещеные, а перекрещивать, как бы, нельзя. Вот такая дилемма такая у них была, у этих священников. Ну, это, тут, вот, сейчас-то ясно, понятно будет, ну, становится, что, если это государственный заказ, что просто влияние, чтобы было на людей. Потому что я помню себя раньше, когда я считал себя православным, как бы, и считался, ну, крещеным, вот, и я думал, что, ну, в другую религию-то я никогда уж не, я же крещеный, я христианин. Да, да. И вообще, вот при Константине Вильнике, допустим, да, при его детях, христианство стало государственной, религией государственной и добровольно-принудительной стало. А потом оно, даже христианство стало обязательным. То есть, за отказ принять христианство даже полагалась мирная казнь. То есть, если тебе в присутствии свидетелей предлагалось принять христианство, и ты отказывался по идейным соображениям, то тебя могли за это казнить даже. То есть, хочешь, не хочешь, крестись, все. Вначале гнали, потом заставляли. Да, потом стали заставлять вообще даже. И это вообще-то, ну, кажется, бред просто, но это было в истории. И, допустим, вначале рублем били, конечно, а потом уже тнутом. А рублем били как? То есть, человек, который не принимал христианство, при Константине, допустим, при его детях, делали как? Что он платил штрафы постоянные, налоги дополнительные. Он не мог получить образование. Его дети тоже не имели права на образование. Если он был служащим государством, его увольняли с работы. Если он был военным, его лишали должности. Если он вел бизнес, он платил налоги больше, чем его компаньоны, допустим, христиане. И, конечно же, вначале рублем и образованием били. Потом ввели вообще смертную казнь даже за оказывание христианства. Но, понимаете ли, государству нужны были христиане с самого рождения уже. Потому что, поди, вот ты повзрослел, ты поумнел, может быть, ты не примешь решение такое, принять христианство. А чтобы за тебя уже сделали выбор. За тебя. Это было важно. То есть, Бог-то он не делает насильно на воле человеческой. А людям всегда хочется контролировать все. И ты уже христианин. Потому что под силой меча принять христианство, это не совсем то, что хотели власти. А вот за выход из христианства полагалась смертная казнь. А как ты мог выйти из христианства? Например, ты родился в Византии, в Риме. Тебя покрестили младенцем и тоже христианин. И ты, допустим, повзрослел, и ты хотел быть, допустим, иудеем, или кем-то еще. Тебя зады казнили в те времена. Русь киевская была крещена Византией. С Византии принял христианство. И поэтому законы все эти перекочевали в Россию. И на Руси было тоже так. На Руси крещение младенцев было изначальным. Тысячу лет назад, тысячу двадцать лет назад крестили именно по вере. Не по вере, а получается по принуждению, мечом, огнем. И младенцев всех крестили. И Русь была крещена, как Николай Лесков писал, но не просвещена. Крестить крестили, но не просветили, к сожалению. И вот, значит, а за выход из православия полагалась смертная казнь. Вот до самого времени уже просвещения. Только дочь Петра Первого, Елизавета Петровна, императрица, она отменила смертную казнь по этой статье. До Елизаветы Петровны за заявление при свидетелях двух-трех свидетелей было достаточно, что если ты в разговоре сказал, заявил, что ты хочешь выйти из православия, допустим, и стать католиком, допустим, или протестантом, или мусульманином, или иудеем, кем угодно, тебя ждала смертная казнь. Значит, и потом Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, она заменила смертную казнь на 25 лет каторжных работ. Я лучшая интернатива. То есть, 25 лет каторги, каторжных работ. Если ты выживешь после 25 лет каторги, то тебе давался паспорт, где значилось в графе вероисповедания, то вероисповедание, которое ты избирал уже. Но ты не имел права это вероисповедание распространять. Если, допустим, ты взял и проповедуешь, допустим, кому-то, совращаешь, то тебя ждала смертная казнь. Нет, казнь была. Потому что за совращение в другое исповедание была смертная казнь. Она была оставлена. А вот за личное исповедание, если ты вдруг проснулся и хочешь быть католиком, допустим, 25 лет каторжных работ. Потом сократили количество каторжных лет до 20 лет, потом до 15 лет, до 7 лет даже было. Но до самого 17-го года, вот, марта 17-го года, февраль, когда была революция февральская, когда пала монархия и пришло первое в историю России демократическое правительство в голове с Александром Керенским. Временное, так называемое, правительство. Вот до самого этого времени существовало уголовное преследование за, по религиозным статьям. И в Российской империи тогда, на канун революции 17-го года, вот как раз именно февральская революция, я сейчас не помню, но там десятки тысяч сидели людей на разные сроки заключения, по разным статьям, но по религиозным мотивам. Вот, чаще всего за выход из православия. По-моему, до 10 тысяч было отпущено тех, кто сидел в тюрьмах за выход из православия. В основном это было штунда-баптизм, баптизм, штунгизм, башковщина, и другие разные, как называли их, направления. Малаканство, духоборчество. Вот, то есть человек, он выходил из православия. Выйти было очень сложно. Хотя, вот, в начале 20-го века уже не было таких больших сроков заключения. Но, однако же, 5, 7, 10 лет могли тоже дать. Но это, если при условии, если ты не просто изъявил желание, а ты, допустим, еще и читал, допустим, Библию в кругу семьи. А я тоже читал совращение семьи. То есть ты уже совращал уже. Допустим, Лев Толстой, граф, да, Лев Николаевич, в самом конце 19-го столетия он присутствовал в Туле на судебных заседаниях. Специальных заседаниях, где судили тульских мужиков именно вот с его сел и с тех сел, где он бывал тоже. Их отправляли на каторгу. До 10 лет дали мужикам этим. А вся вина была... Они обычные православные мужики. Это самые последние годы 19-го столетия, там, 1899-1998 годы где-то. До 10 лет дали этим мужикам. Они обычные православные были. Просто они не хотели выходить даже из православия. На суде эти мужики заявили, что они не хотят уйти из православия, они хотят оставаться в православии и они с диктантами не хотят общаться. Но вина была в чем их? Что они приобрели одобренную синодом, официальную Библию, которую можно было читать в личных... Это было не запрещено. Синод одобрил. Государство распечатывало эти Библии. Но их можно было читать только лишь лично. Но не в кругу семьи, не в кругу своих знакомых, потому что это считалось уже совращением. Потому что они не только... Они почитали вслух, и кто-то высказал свою мысль по поводу... Это уже толкование читалось в Писании. А это было страшно запрещено. Только лишь священники могли объяснять Писание и читать в кругу других людей. И в основном не на русском языке, а для русского языка было дело лишь личного чтения. Как говорили, келейного, только не публичного. В кругу семьи или в кругу знакомых чтение Библии считалось по-прежнему в самом конце 19-го столетия уголовным преступлением считалось. И вот до 10 лет дали этим мужикам... Хотя они открещивались и говорили, что ни к баптистам, ни к штудистам они идти не хотят ни в коем случае. Просто они хотят Библию читать. И вот и вся была их вина. И Лев Николаевич написал там как раз после этих заседаний, он очень сильно возмущался, очень сильно переживал, потом не спал там много ночей по этому поводу. И написал там в заметке своей, что мне было непонятно, как можно запрещать читать Слово Бога вообще. Как можно запрещать это слово под свободной форме прочесть. Ведь парадокс, ведь Синод сам, государство само одобрило. Ну, понятно же, это было и по политическим соображениям, и сам тираж был очень ограниченный, эти Библии, чтобы не распространить это. Хотя находились люди, которые хотели вложить большие деньги и бесплатно, или по дешевой цене, чтобы распространить Библии по всей Российской империи, но правительство и церковь, запрет, сделало очень-очень ограниченный тираж, в основном подписные были издания. Только лишь среди священников, даже не все священники имели Библии на русском языке, в Синодальном переводе, но не факт, что они читали их, эти Библии. К сожалению, в основном, дореволюционное священство отличалось пьянством и разгулом, но не чтением Слова Божьего. Кстати, один из тогдашних профессоров, профессор Глубинский, он по этому поводу тоже очень жестко написал, конечно, он написал, что если церковь не изменится, если люди не увидят трезвого священника в России, а не пьяницу, как мы видим сейчас, это было в конце 19-го, в начале 20-го, то тогда будет страшный суд Божий, будет над Россией, будет над церковью и над Россией. Вот, так получилось буквально. Но Глубинского правительства просто в черный список внесло, и этого профессора, по сути, его предавали забвению, после вот этих его публичных таких статей, в светских газетах. Но он мечтал, Глубинский мечтал о том времени, когда люди увидят трезвого православного священника. Но в начале 20-го века это было просто неизбыточной мечтой оказалось. Сейчас, слава Богу. Сейчас больше трезвого священника, конечно, люди видят, но все равно, по-прежнему, бытовой алкоголизм, к сожалению, процветает. И это большая проблема. Подзаборных сегодня очень трудно найти священника, конечно. Хотя тоже встречаются. У нас североуральский там был алкоголизм. Но в целом, конечно, в основном, такой бытовой алкоголизм, такой культурный. Я был когда священником, допустим, наш благочинный, как говорил, надо знать, сколько пить, с кем, и когда. Если знаешь эти три правила, все это, ты хороший священник. Если не знаешь, то ты плохой. А вот, можно спросить? Да. Если что, такое мнение, возможно, ошибочно вообще, или от простых людей, то, что в православии считается, что ты как бы в храм, только в церкви. Хочешь в церкви, можно и пить, и курить, и вообще? Не, ну, так церковь не учат, конечно, это мнение людей. Церковь так не учат, вот такой двойственности такой. Вообще, если люди религиозные, православные, которые именно, не просто заходят в храм, а именно ходят регулярно в храм, то, вот такие вещи, даже как ересь, воспринимают. Потому что, все-таки, церковь, если брать устав церковный, то он требует и вовне, как бы служебное время, вне храмовое время. Стандарт определенный такой. Хотя, вот проблема такая, что с пьянством православието не борются, фактически. То есть, как бы, на спиртное, вот как брат спрашивал, в Библии, да, нет запрета на спиртное. Да, но, видите ли, наше тело храм, Бога живого. Ну да, ну, а как, допустим, к примеру, православная церковь очень сложно, понимать или, как бы, это все регламентирует. Потому что, если бы Библию читалось бы, Библию читалось бы, то тогда бы вопросов было бы гораздо меньше. Но так и Библия не читается, поэтому приходится объяснять, ну, так вот, по-свойски. Допустим, в монастырях раньше, как боролись с пьянством, был лимит, допустим, к примеру, одна чарка вина в день, или две чарки вина, или там три чарки вина, допустим. То есть, как бы, а чарка, понятия тоже разные. Там тоже, в некоторых монастырях чарка была, это просто чашечка, да, а в других это было там, ну, целое корыто, буквально, чарка такая, то есть, как бы, поэтому все эти лимиты, все это, как бы, было вообще ерунда. Потому что, как бы, тем более, что чаще всего идет речь о невозрожденности, свыше людям просто. Ну, а вот о курении? В православии нет о курении, насколько я знаю, вот в русском православии, по крайней мере, нет о курении, таких, ну, требований каких-то. Хотя, по умолчанию, многие священники это грехом считают, все-таки. Ну, многие курят, но считается публичное курение, все-таки, ну, как-то, грехом. То есть, как бы, в армии, допустим, если на ходу, нельзя курить, а вот если где-то в курилке, то можно, как бы. Поэтому, как бы, в семинарии, допустим, хотя некоторые семинарии не приветствуются однозначно, но все-таки некоторые там считают, что можно иногда. Тем более, сейчас есть прецеденты уже такие, к сожалению. Вот, например, канонизировали в России этого Николая II, последнего русского царя, а он все время курил. Даже последняя его записка, там, перед смертным, уже все-таки, уже перед расстрелом, ему нужно было дорогие сигареты, допустим, все доставать. Вот, как бы, и он постоянно чадил. И поэтому, многие уже священники курящие говорят, так, у нас уже есть оправдание. Вот, святой православный, он курил. Уже, как бы, уже, и уже, вот, не курящие священники, они не могут уже, вот, как раньше, еще лет 15-10 назад, допустим, говорить, это грех. Потому что, уже, как бы, так не скажешь однозначно, потому что, вот, святой курил. И вот, можно, в принципе, вот, им уже, сегодня многие православные молятся, допустим, да, вот, значит, там, и, вот, эти факты все известны, что он курил, значит, как бы, налево ходил. Получается, что, для православного сегодня есть оправдание. Вот, и это очень плохо, конечно. Ну, опять же, вопрос такой, если человек на истинную веру, то он не положит. Ну, я не знаю, свой подход. Вот, фильм, да, пример этому, вот, как остров фильм, Да. Там показан, да, этот пример? Истинную веру человек, как бы, и он видит, что он не в тарах двигается, как бы. Да, в фильме «Остров» очень так интересно показано, значит, что в церкви есть разные, очень, тоже люди, да, в любой деноминации, я скажу, есть, на самом деле, есть искренно верующие, да, есть приспособленцы всякого рода, значит, и, да, но проблема, допустим, в том, что в православии традиционном, да, нереформированном, необновленческом, если даже человек, он искренно верит, то ему предлагаются, ну, заблуждения, искренные заблуждения. Потому что, учение, чаще всего, оно не библейское, к сожалению. Поэтому, все сюда сходится. Давайте по порядку, давайте снова вернем, все-таки, в историю. Я буду про вас, так говорить еще. Вот, давайте запишем, знаете что, запишем, главные ложеучения, как бы, ереси, ереси, которые, напишем, главные ереси, которые в это время, как раз, пришли в жизнь церкви. Их много пришло. Давайте запишем, какие-то самые главные, такие, проблемы, которые, ну, они на слуху, и известны, сегодня нам. Главные ереси, этого времени, зародившиеся в это время, и формировавшиеся, потому что это время, как раз, зарождения и формирования, вот, такого, религиозного христианства, такого, традиционного христианства, как государственной религии, Римская Византийская империя. Главные ереси, какие? Первое, наверное, самое такое, основное, самое серьезное, это многобожие, многобожие, можно так, таким словом, можно страшно назвать, это ересь, многобожие, то есть, выражающиеся в православии, допустим, в католицизме, в традиционных, как и церквях, с того времени, в молитвах, в вере, в неправильной вере, во многих посредников к Богу, и в молитве этим посредникам, то есть, и теория, и практика ужасна, конечно, и то, и другое, и, не знаешь, хорейный рейский не слащит. Многобожие, выражающиеся в культе святых, можно так сказать, в культ Марии святых, и ангелов, как посредников, дополнительно посредников, культ святых, да, культ святых, культ Марии святых, и ангелов, как якобы посредников, якобы посредников к Богу, культ Марии святых, как якобы посредников к Богу, вот так можно назвать, а многобожие, почему можно назвать эту ересь, Потому что, по сути, этих умерших святых, вот Марию, умерших святых и даже ангелов Божьих, их наделяют такими божескими свойствами, всеприсутствия, всеведения, и наделяют их, ну, именно свойствами Иисуса Христа, как первого священника, ходатая, посредника. Святой. Святой, да, значит, уже ходатый. Итак, первое послание в Тимофею говорит нам, если помните, 2 глава, 5 стих и начало 6 стиха. 1 Тимофею, 2 глава, 5 стих и начало 6 стиха. Там говорится, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Да. А вот предания оттуда же пошли? Да. Предания возникали и раньше, но они никогда не были истинны, что ли, они не были доктринны. Вот в это время предания многие возникали и до сих пор. Это как снежный ком. Это невозможно даже остановить по-человечески. Это только лишь Бог может остановить вообще. И многобожие, я буду рассказывать, как это все появилось, как в жизни христиан это появилось все. Но, я сразу скажу по поводу многобожия, что первых 300 лет в христианстве ничего такого не было даже. То есть, христиане первых 300 лет, когда христиан бросали кальвантом в театрах римских, христиане молились. Они не говорили Мария, Пресвятая Богородица, спаси нас. Вот, значит, они молились Господу, призывали имя Иисуса. И потом целых 100 лет еще уже свободной церкви, государственной церкви, но уже негонимой церкви, да. Целых 100 лет. Четвертый век. Ни в одной из церквей, ни на западе, ни на востоке не молились никому. Только молились Богу. Знали Отца, Сына, Святого Духа. Знали лишь Иисуса Христа, как ходатая, посредника, первосвященника. Никому и в голову не приходило молиться отдельно Богородице или Святым, как бы дополнительным посредником к Богу. То есть, этот культ, который как многобожие, знаете, пришел попозже. В конце четвертого, начало пятого столетия. Вот на рубеже веков. Конец четвертого, знаете, начало пятого столетия. Вот как раз вот с этого времени, значит, ну, это я обозначил в начало четвертого столетия. Конец четвертого, начало пятого. Начало пятого столетия, да. Это то время, когда как раз именно многобожие стало зарождаться в жизни церкви. Я расскажу подробно, как это все происходило. Ну, давайте дальше запишем. Первое, мы записали многобожие. Это страшное слово, конечно. Официально в христианстве, в православии, в патрицизме нет веры во многих богов. То есть, я подчеркиваю, что нет веры там других богов каких-то определенных. Но божескими свойствами наделяют ту же самую Марию. Те же самых умерших святых. Божескими свойствами всех ангелов наделяют вселеднее всеприсутствие. Но это уже другая статья немного. Хотя, в принципе, один уголовный кодекс нарушается. Божье слово одно нарушается. Просто разные статьи. Но первое, это многобожие. Кстати, Господь в 20 главе книги Исход, с чего начинал говорить свои заповеди и писать? Что я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя другим богом пред лицом моим. То есть, первое, что Бог сказал, только лишь я для тебя. Никто другой вообще. Только лишь я. Поэтому многобожие страшный грех вообще в христианстве. Так вот, и второе, первое, многобожие. Второе. Идолопоклонство. Идолопоклонство. Обо всех этих проблемах я буду говорить дальше. Но по поводу идолопоклонства скажу так. Что идолопоклонство Библии в Ветхом, в Новом Завете, оно подробно раскрывается, что это за грех, что это за проблема. И идолопоклонство Библии раскрывается как зло. Есть открытая форма идолопоклонства, есть скрытая форма идолопоклонства. Скрытая форма, это вот любостяжание написано в Библии Нового Завета. Любостяжание, то есть, когда человек из всего пытается материальную выгоду лишь извлекать, и этим движется в жизни своей жадность, как образ мышления, образ жизни. Это есть любостяжание, любовь к стяжаниям. Да, Мамона. Это и есть идолопоклонство завуалированное, скрытое. Также написано в первой книге царств, допустим, обличение Самуила. Когда Самуил обличал Саула, царя, находящегося уже в отступничестве, к сожалению. Он обличил его и в том числе в идолопоклонстве. Хотя внешне этот царь не был идолопоклонником. Почему? Потому что написано, что непослушание есть то же самое, что колдовство. Противление то же самое, что идолослужение, идолопоклонство. Идолопоклонство, идолослужение царя Самуила было в том, что он противился Божьему постановлению, Божьему слову, Божьему призыву. То, что Бог сказал, а он этому противился, делал против его. Противление слову Божьему, есть идолопоклонство. Это такие духовные твердыни, которые просто-напросто как идолы в глазах Бога, в жизни человека и приносят проклятие страшное. Но вся Библия говорит, это вот о духовном таком идолопоклонстве, но есть открытая форма болезни идолопоклонства. Использование изображений в поклонении Богу или Богам, это и есть идолопоклонство. Часто многобожие идолопоклонства, они рядом существуют. Как сиамские близнецы порой, они сросшиеся, но это все-таки имеет разницу определенную. Многобожие это вера во многих богов или же посредников к Богу, хотя Библия Ветхого Завета говорит нам лишь об одном Боге. Библия Нового Завета открывает нам другую еще сторону этой правды, говорит нам об одном посреднике между Богом и человеком, Иисусом Христе. Но нигде не говорится ни в Ветхом, ни в Новом Завете о многих богах и о многих посредниках. Библия Ветхого Завета открывает нам одного Бога, Библия Нового Завета открывает нам вторую грань Божества, что будем так говорить, Бога, Человека, Иисуса Христа. Но ни там, ни там не говорится о многих богов и о многих посредниках к Богу, ни в коем разе. Един Господь, един Бог, един посредник между Богом и человеком и человеком Христос и Иисус, подчеркиваю это все. Так вот, идолопоклонство, это использование изображений, это вторая заповедь Бога, в 20 главе книги Иисход, что Господь говорил, не поклоняйся им и не служи им. Бог делает запрет на изображение, но не просто на живопись, на картину, на скульптуру, а ключевым в этой второй заповеди, согласно еврейским и христианским толкованиям, является не поклоняйся им и не служи им. Почему ключевым? Потому что в том же самом Ветхом Завете Бог повелевает делать, допустим, изображения хирургимов, чеканной работы, и не просто, а бы как, а сделать красиво, сделать хорошо, искусственных мастеров призывает. То есть, Бог не против изображений как таковых. В той же самой книге Чисел говорится о медном змее, которого сделали и выставили на обозрение, и люди с верой должны были смотреть на это изображение и получать исцеление. То есть, Бог не против изображения, даже не против того, чтобы оно стояло на видном месте, но Бог против поклонения и служения этим вещам. Когда этому саму медному змею евреи стали поклоняться и служить, и кадили ему, и называли его Нехуштаном, или призывали его имя как Нехуштан, как пернатый змей, допустим, то приходило проклятие. В четвертой книге Царств, 18 глава, говорится, что этого медного змея уничтожил царь Езекия, царь-реформатор, на самом деле Петр I в российской истории, в политической жизни, в духовной жизни Иудеи был царь Езекия, который уничтожил этого медного змея. Он отменил высоты, срубил дубравы и разрушил медного змея. Четвертая книга Царств, 18 глава там, и дальше почитайте, как Бог сильно благословил тогда Иудею, Бог благословил сильно Израиль тогда в те времена, 19-20 глава, дальше. Говорит нам о том, что Бог очень сильно заступился за тогда Иудея, за Иерусалим. Когда пришли враги, то ни один еврей не погиб, а гвардия вся, гвардия врагов, она просто-напросто полегла. Ангел ночью прошелся по рядам в стане врага и уничтожил именно гвардию, самых лучших воинов этой армии. Остальные с позором бежали, испугались. И скажу, это была Божья защита. Если бы не сделали евреи эту реформацию по Слову Божьему, то Бог бы не смог высвободить эту силу, чтобы спасти Иудею. Когда мы делаем свою часть договора, выполняем, то Бог свою сторону обязательно исполняет на 100 процентов. Вопрос есть? Я хотел спросить, на то время, когда возникли эти проблемы, у верующих было уже Писание собрано? Конечно, конечно. Да вы что? Конечно. Вообще, вот то, что мы с вами имеем, Новый Завет, да? То, что мы с вами имеем, Евангелие, Послание Апостолов, Апокалипсис, да? Все эти книги Нового Завета, они уже в начале 4-го столетия соборы церквей, они констатировали факт. Они не отбирали там даже такие-таки-таки, нет. Они факт констатировали, что такие-то Писания мы признаем Богу вдохновенными, Писаниями, потому что по всем церквям на Западе и на Востоке они были повсеместно распространены. Были отдельные Евангелия, отдельные послания, которых не признавали все христиане, а были лишь в ходу у отдельных групп христианских. Но эти послания или эти Евангелия, они, во-первых, в чем они согрешали? Что они не во всем, но порой в чем-то, в малом, но противоречили остальным. Во-вторых, они не имели 100% апостольского происхождения, то есть они возникли, их обнаружили позже, да, апокрифы. Поэтому им не было 100% веры, доверия. А вот эти Евангелия, эти послания, их знали с первых веков, с первого века христиане, и они были повсеместны, по всем христианским церквям, по умолчанию уже. И некоторые церкви выбирали еще другие опции, пытались еще другие книги использовать, но именно вот это было однозначно Писанием Нового Завета, это понимали христиане. То есть, как бы авторитетом, да, считалось первое столетие? 100%, 100% авторитетом было, и именно относились с уважением к Божьему Слову, к Новому Завету. Непонятно, если оно было авторитетно, то почему они все-таки тогда пошли за вслед, ставить выше заповеди Божьих, как за ним? Да, то, что не могли сделать костры этих гонений, репрессии, смогла сделать мамона, горды житейские, похотячей, и скажу, что нельзя не доценивать врага этого. Потому что, серьезно, многие люди, которые, братья многие, которые выдержали аресты, ссылки, тюрьмы, они попадали на таких простых вещах в мирное время. И поэтому нужно всегда держать ухо востро. Как говорил один из епископов церкви Песятнической в Украине, один из старцев, он много лет был епископом, служителем церкви. И он говорил так, что вот, братья, многие из вас, там было собрание такое, там много было пожилых служителей еще советского времени. И он говорит, что многие из вас сидели за Христа, многие из вас выдержали все это, прошли советское время. Но вот на гуманитарке спотнулись, говорит. Вот, в мирное время, когда вот живи да радуйся, как бы, и, ну, работай, на таких вот вещах начинают вот просто-напросто братья падать. И поэтому, это как вот, знаете, дьявол порой, он как вот старый чайкистский прием использует, да, как бы. Ну, это чайкисты передрали, конечно, у дьявола, а не наоборот, думаю. Значит, игра в злого и доброго следователя, да, когда он вначале наезд такой, человек в вес на нервах, там, вот, еще там на него запугивают, там, как-то, о-о-о, там, он там, все, все, моя песенка спета. А потом обычно заходит другой, добрый, и говорит, да это что, хватит, ладно, уже видишь, как дела там, там, закурить, значит, там, давай, ну, слушай, я за тебя вообще, этот зверь, ну, я-то за тебя вообще, ну, иди вообще отсюда, мы с тобой лично поговорим. И обычно люди раскалываются как раз при добром следователе, а при плохом мало кто, как бы, ломается. Обычно это, ну, наоборот, напрягает очень сильно человека, когда на него наезжают, так, ну, все, 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 все против тебя, все подписались против тебя, вообще у тебя ничего нет, то есть, все. Твоя песенка спета. А другой говорит, да я хочу тебе помочь, да вот я вот за тебя вообще, да вот, да ладно, ты признайся, возьми это, возьми это на себя, там, там, да вообще, там, подмажем, и вообще, да вот ты будешь, даже там, за колючкой будешь жить лучше, чем даже на воле, там, да много чего она обещает, и все. А цель, в принципе, и того, и другого, обычно этот сговор такой, заранее все репетируется, в КГБ это было, ну, отдельной школой даже, как именно ломать человека обычно.